Вы смотрите информационную программу «Время новостей» на телеканале «Лаба» в студии Лили Цаокян. Здравствуйте! Далее расскажу о главных событиях этого дня. Ям на лабинских дорогах становится меньше. В городе завершается ремонт полотна. Состоялось заседание Краевой антитеррористической комиссии. Его участники обсудили вопросы безопасности во время ноябрьских праздников. Поставлена точка в деле о коррупции. Бывший сотрудник Росреестра и посредник получили сроки. Более 5000 человек обеспечат безопасность жителей и гостей края в период ноябрьских праздников. Об этом стало известно в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел Вениамин Кондратьев. Заседание Краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба прошло в режиме видеоконференции под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На повестке актуальный вопрос о мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов в преддверии Дня народного единства. Вениамин Кондратьев отметил, что 4 ноября Кубань со всей страной будет отмечать День народного единства. Традиционно в этот день по всему региону пройдут праздничные мероприятия, концерты и акции. Обращаясь к участникам видеоселекторного совещания, руководитель региона подчеркнул, что во всех местах массового гуляния нужно организовать дежурство оперативных служб и скорой помощи. Кроме того, следует еще раз проверить на соблюдение норм антитеррористической и пожарной безопасности авто и ЖД вокзалы и аэропорты. После окончания краевого совещания состоялось заседание антитеррористической комиссии в Лобинском районе, в ходе которого также были рассмотрены вопросы безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. В Лобинском районе для обеспечения правопорядков будут задействованы почти 100 сотрудников полиции. Им будут помогать казаки и друженики. Городской суд вынес приговор по делу о взятке. Злоумышленникам, один из которых на момент совершения преступления работал в Росреестре, а второй выступал в качестве посредника, назначены сроки лишения свободы и штрафа. Подробности далее. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность работника отдела по Лобинскому и Мостовскому районам Краевого управления Росреестра России по Краснодарскому краю и жителя Лобинска. Установлено, что работник Росреестра выявил нарушение при строительстве объекта торговли и предложил местному предпринимателю за взятку закрыть глаза на выявленный факт. Деньги требовалось передать через знакомого. При получении запрашиваемой суммы злоумышленники были задержаны оперативными сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности. Приговором Лобинского городского суда должностное лицо Управления Росреестра признано виновным по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновный приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 4 года. Второй фигурант также был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за посредничество. Он получил 3 года колонии общего режима и оштрафован на 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года. Лобинский отдел Управления Федеральной Службы Безопасности просит сообщать о фактах коррупции. Обращаться по адресу улица Гагарина, 49. В Лобинске завершается ремонт дорог. В порядок уже приведены многие улицы. Выполнен ямочный ремонт и несколько улиц обрели новое дорожное полотно. В планах городской администрации капитально отремонтировать еще 5 улиц. Об этом нам рассказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства Александр Монтрыко. Рабочие дорожные службы торопятся. Пока стоит солнечная погода, нужно завершить ямочный ремонт полотна. Это уже второй муниципальный контракт, согласно которому необходимо залатать почти 1300 квадратных метров. На это будет израсходовано 150 тонн асфальтобетонной смеси. В целом за этот год запланировано отремонтировать полотна общей площадью 3500 квадратных метров. На данный момент действует второй муниципальный контракт на 995 тысяч, 1283 квадратных метра и 150 тонн асфальта. На данный момент контракт на стадии тоже завершения, срок завершения его 20 ноября. Осталось использовать, будем так говорить, 40 тонн асфальта. Продолжаются работы по реконструкции улицы Кордонная, все жители города об этом знают. Это в рамках краевой федеральной программы по софинансированию этих объектов. Там установлены на данный момент, смонтирован бордюрный камень, уже дорожное полотно в асфальте, тоже все уложен асфальт. Сейчас ведутся, установлены 42 светильника, опоры и светильники уличного освещения. Сейчас ведутся работы по завершению монтажа тротуара. Также был у нас капитальный ремонт улицы Ленина, тоже знаем все, от Делегатской до Халтурина. Контракт 16 миллионов 214 тысяч рублей, он полностью исполнен, работы приняты техническим надзором. Планы городской администрации успеть в этом году регонструировать еще пять улиц. Новое асфальтобетонное покрытие появится на Центральной, Виноградной, Железнодорожной, Турчениново, а также на одном из проблемных участков улицы Победы. Работы будут проведены по краевой программе в рамках софинансирования. Надеемся, что еще в этом году эти деньги будут освоены и работы будут выполнены. На следующий год такие же планы по ямочному ремонту. Будем, естественно, рассматривать вопрос, понятно, этих средств недостаточно. Будем ходатайствовать перед руководством по возможности увеличения этих лимитов. Хотелось бы делать больше по ямочному ремонту, хотя бы тот асфальт, который у нас есть. Состоялась 49-я сессия районного совета. Повестка заседания насыщенная. Депутаты рассмотрели более 12 вопросов. Начальник управления образования просит депутатов предусмотреть в бюджете 2019 года деньги на лицензирование и оборудование школьных медицинских кабинетов. Речь идет о профилактических осмотрах и проведении вакцинации. Такие условия есть не везде. Чтобы получить эту лицензию на проведение привилочных работ и на профилактические осмотры, необходимо закупить оборудование, которое утверждено этим же приказом Федерального министерства здравоохранения. И средняя стоимость этого оборудования на медицинский кабинет составляет 200 тысяч рублей. Поэтому мы, согласовав с нашей центральной районной больницей, те кабинеты, которые необходимо в первую очередь лицензировать, их 11. Сумма, которая требуется 2 миллиона рублей. Депутаты приняли эту информацию к сведению. Далее Совет рассмотрел вопросы об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества. Внесли изменения в перечень свободных земельных участков для предоставления в аренду гражданам, имеющих трех и более детей. Кроме этого, прозвучала информация о ежегодных плановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Один из вопросов сессии касался присвоения звания почетных гражданин Лобинского района. Решение комиссии было единогласным. Направить кандидатуру Городни Ирины Алексеевны для одобрения двух комитетов Совета муниципального образования Лобинский район по председательствам Печеловой Екатерины Григорьевны и Калашникова Павла Петровича. Совместное заседание комитетов состоялось 24 октября 2018 года. В мнении членов комитета рекомендовать сессии Совета муниципального образования Лобинский район присвоить звание почетных гражданин муниципального образования Лобинский район Городней Ириной Алексеевне. Депутаты также внесли изменения в генеральный план Каладжинского сельского поселения и познакомились с мероприятиями по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В Лобинском социально-техническом техникуме прошел ежегодный фестиваль «Формула успеха», организованный комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав. Пять команд приняли участие в фестивале. Ежегодный фестиваль «Формула успеха» дает возможность студентам и школьникам проявить свои знания и умения, а также научиться чему-то новому. В Лобинском социально-техническом техникуме собрались учащиеся городских школ и студенты СУЗов города и района. Ребята демонстрировали свои умения в медицине, кулинарии, парикмахерском искусстве и также соревновались в знании правил дорожного движения. Для этого конкурса пригласили сотрудников ГИБДД. Инспекторы приготовили несколько тестов. Это делается для того, чтобы определить уровень знания правил дорожного движения несовершеннолетними. К сожалению, на сегодняшний день очень часто несовершеннолетние попадают в ДТП именно из-за незнания и несоблюдения правил дорожного движения. Поэтому мы хотим это предотвратить и стараемся как можно чаще участвовать в этих мероприятиях, чтобы оградить несовершеннолетних от этой беды. В медицинском конкурсе студенты и школьники накладывали повязку на голову и останавливали кровотечение с помощью артериального жгута. Насколько их действия способны спасти человека, выводы делали профессиональные медработники. В любом случае знания пригодятся в жизни. Первые признаки кровотечения и понятия наложения повязки, оказание первой помощи, именно медицинской помощи, они должны знать. Подготовка и проведение подобных мероприятий позволяет молодежи развиваться всесторонне. И если студенты СУЗов уже выбрали специальность, то для школьников это еще и помощь в профориентации. Цель данного мероприятия – это показать детям формы внеурочной занятости, дополнительного образования. И самая главная цель этого мероприятия – это, конечно же, увезти детей с улицы. Таким был сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.